Сегодня у нас 3 августа 2015 года, ой, 3 сентября вернее. Вот мы здесь находимся, где не потеряем-ка, и копаем картошку себе. На картошку сажает она должна, вот так вот, на другой. Так, картошку куда давно у нас, следующую, и вырастет лучше нашу, она агроном. Я рассказываю про матушку, чтобы работали быстро. Так, у нас ползем, и мешки протиленовые под коленки, и на коленках не надо спину гнуть. Особенно, когда женщины становятся вот так вот, и голова проще. Не надо это делать, голова у тебя все время болеть будет. Ну и села, вот, обухоленно, вот, когда ползу, вот, ну все, в рукавишках перебирай на гнезда. И глядываться надо, и вот матушка так работает, это получается, у нас еще та отработала, но та еще быстрее. Ну, и вот, ну, как это меркает. Картошка в одном месте, она не так вот разбросана, она у нее резком идет, ровно в таком ряду. То есть это все, все абсолютно опытом, опытом приобретается. А опыт такой, что не убрали, не есть. У нас тут был священник, Жалклюхин Александр. Ну, участок ему дали, скопали. Время пришло выкапывать ее, полоть. А почему не полите? А мы в той деревне были, где нам всегда пололи. А с чего ради полоть-то? У него, кажется, 7 ребятишек еще, или сколько, 6, и приемный один там, или двое. Здоровая девка уже, девка настоящая на выдании. Стали копать. Уже время осени я зашел на участок, пологорода не выкопана, картошка. А зачем? А нам то и хватит. Век прожил и даже не слыхал про такое. Уже все выросло. Копнуть и в мешки сложить. Кто-то даст. А у нас никто это не дает. У нас работать надо. Мы даем там, где не могут. Вот мы накопаем картошку, привезем и сразу. Двухонимые, больные, слепые, хромые. Кто не мог сажать картошку? Давайте сколько. Притом не продаем. Никогда. Ни на один рубль не продавали. Господь обильно нас и благословляет. Один год у нас было три огородчика. Сила была, молодежь. Мы накопали 1400 ледяк картошки. Почему? Девчонок там еще нету. Приехали, договорились там по дешевке. Ну, намного дешевле. Какая-то контора, прям рядом была. Завезли. От нас они купили. Плачки там сидящие, надо и все. Нам никто не дает. Дают только весной, когда лагерь открывается. Добродетели там, говорится, Святая Елена. Александр на другое дело. Вот мы сегодня только пришли. Сегодня, я не знаю, наверное, четвертое уже. Третье? Третье? Да. Только третье еще. Третье сентября. Мы обычно всегда копали картошку после 16-го. 16-го сентября у нас престольный праздник. Счезть священно-мученик Анфима Некомедийского, в 302-м году умученного безбожниками. Это единственный святой, я насчитывал, что я знаю, который всеобщенно возьмем на небо. 32 тысячи святых. 32 тысячи. Никто не вышел из храма, сожли. Фанатики, все фанатики, все экстремисты. Я был, когда в Америке, написал прошение, чтобы нашу общую назвать честь святого Анфима Некомедийского. Ну, я, кажется, самое-самое, вот самое-самое, это как сегодня, ну, ради смеха сказать, книгу Дениса, занесенную чемпионом. И потом я узнал, больше всех на земле страдал, больше всех мучили, не просто страдал, больной лежал, парализованным, а мучили. Это Анфимик или это Климент Анфирский. Это, у него, кажется, 29, кажется, лет его мучили. У него не было ни одного, говорит, места, которое ему-то не держалось, а заново на расход. И его на фики насаживали, мечи проходили через него, смерть они задевали, выходили наружу. Умерло, кажется, четыре императора. И он сидел его, и мучили, мучили, новый император опять мучает. И, наконец, свобода, и он вышел. Все, перестройка началась. А в это время опять завернуть гонение. И варварице, когда шла Литургия, ему голову отрубили, она только на коже повисла. Ну, а Гафан был, с ним был, где-то он пострадал. И я попросил, тоже лагерь назвали, честный момент, амки. Вот мы сегодня пришли на огород. Этой картошкой обеспечиваем сами себя. Обслуга лагерная. Ну, здесь торговаривать не надо. Это старший воспитатель, наверное, лет 14-й где? 13-18. Ну вот. Он неотделимый. Подвалы, у нас еще два запасных подвала есть там. И там, если подставлены, там можно хранить. Маленько, для кошек там иногда закопить. Чтобы не нулевая температура была. Так что, о картошке у вас заботились. И летом раньше было 4 ведра на каждую пятницу на костер. 4 ведра, ну, нож. Месяц 16 ведер. Понятно, что картошки много. А народу сколько было. И все, хватало. Хватало. Ну, как начинаем работать, из города приезжали люди. Татьяна там, Жовнирова, Нина. Там еще Свечникова приезжала. Вот такие. А бывает и местная. Ирина придет из Кинова. Она такая расположенная. Бывает и дети прибегут. Что-то собрать надо. Все как-то так образуется. Как убрать, не убрать. А нынче, вот сейчас ждали, вчера, бульдогер. Вчера придет, не пришел. Трайлер сломался, начнем вести. Платформа сломалась у них. Понятно. Местности-то какие. Если сегодня не будет, то мы большую часть огорода уберем или все можем убрать. Смоги, какая армия эта. Раз, два, три, четыре, пять. Володя шестой. Я велами выкапываю, хорошо или худо, на картошку на горку. Ее копать непросто. И не найдешь где. Вот сейчас у нас кто приходит, всегда просит благословения приступить к работе. Вчера, не вчера, прошлый год. Кто у нас пришел-то? Пришла и давай работай. Да кто ты такая из деревни-то? Да как-то я. Ты пришла без благословения. Человек не смиренный. Да я к вам пришла и помочь работать, а вы еще кочеврежетесь. Да пошли вы. Мне тогда спокойно подошла. Благословите меня, потребите у вас. Бог благословит. А то есть это смирение, порядок, четкость. Мы заходим в дом. Вот я прихожу в лагерь. Я лагерный. Но не летом, не сейчас я никогда не зайду, чтобы три поклона не положить. А привет сказал мир дома, сыну молится, встал на молитву. Если кончили молиться, начинаем тут разговор вести какой-то полезный момент. То есть у нас вот эта четкость, стройность такая. Вот сегодня я утром получил письмо из Америки. Лидия Муранова. Это та женщина, которая вела меня в круг к Александру Меню, который убит был. И они по его благословению уехали в Америку. И там узнали, что убит. И нынче это исполняется, если не ошибаюсь, 4 сентября. Это, наверное, сегодня. Напомянет ее Господь во царстве своем. Сегодня третье. А? Сегодня третье. Третье. Ну, вот где-то рядом здесь. В четвертом она должна была прилететь. И она наши ролики там смотрит, американцам дает составленные. И дети, которые служат в военном воздушном флоте, в военном Америке. То есть в случае чего они нас и бомбить должны. Но я думаю, Господь может сделать, что не будет. Вот. И она другим дает посмотреть. И детям. Я нашла место, знаю, потеряется. И люди живут в природе. Я вот приезжаю в Москву. Сейчас ехать в Москву, говорят, тебя не чувствуешь? Я на родину еду. Я этого сказать не могу. Я в Америке мало был. Но я рвался оттуда. И посмотрел и скорее домой. Что там? Не потому, что я патриот. Я даже это слово не произношу никогда. Просто я привык здесь. Здесь меня собаки знают. Люди привыкли к моим недостаткам. Как-то меня терпят. А там все, но не такое. Ну, не такое. Еда не такая. Вот эта вся вылизанность. Ну, чужой я там. Если бы я жил даже до конца, я был бы похож на того человека, который в Синоде, уже умирая, просил жену. Вот сейчас начинается перестройка. Кто поедет, а студенты заезжают в Синод. Пусть горстку земли привезут. Хоть на могилу выступят. Горстку земли на могилу. Да без слез слушать нельзя. В какой тоске человек прожил. Белый. Ну, его тут могли расстрелять. Какой он белый там был. Тут уж ни белых, ни красных. Все переклело. Вот это, это мое. Я точно так же сказал бы. Вот соснанная в ссылку, которые были, узнали одна комсомолка. Она за комсомольцем была. А родители сослали. Но она боевая такая. И она пробралась. Ее не пускали туда. И она все кордоны пробила. И пробилась. И сказали там, Танька ты идет сюда. А там речушка какая. Люди через реку эту переплывали, чтобы ее увидеть. Таня. Ты хоть шепочку-то с Родины принесла. Невозможно сказать. Вот такая тоска у людей должна быть. А все ему еще есть. А сам тоскует страшно. Пьет. Злодится на батюшку. А тоска съедает его. Потому что все здесь. Сколько вложил. А был бы нормально. Трудяга есть трудяга. Вот мы сегодня здесь. На этом поле. Все это вспоминаем. Будем благодарить Бога. Что есть у нас земля. Где мы можем придиться. Что Бог разумил правителей. Патриартов. Что провожил к ним путь сюда. Скорее дорогу сделать. Патриартов встретить. Мы встретим патриартов. Сейчас мы. И натурно. Мы напоим. И благословимся. И молиться за него будем. Это не и чужой патриарх. Наш лучший патриарх. За митрополита Илариона. За митрополита Черсердия. За всех. Все время надо помнить об этом. Господи. Слава Тебе. За мирное, тихое, вернило, здоровое имам. За эту святую возможность любить. Ибо труд это не проклятие. Это Твое благословение. Проклята земля. Которая произвращает. Вместо посаженного. Сорняк. Чтобы человек в поте лица. И в поте лица. Это Твое благословение, Господи. И в раю, не согрешивший, Адам трудился. Возделывая рай и охраняя его. Слава Тебе. За святую возможность любить. Ты дал мне испытать в тюрьме, как страшно остаться без труда. Как душа моя, как душа моя рвалась делать любую работу, лишь бы только не сидеть бездельно сутками. Прибудьте с нами в этот день. Да бы между нами был мир и любовь. И Твое благословение пребывало над нами. Благослови эту сестру Лидию прибыть в эту страну, Россию, где она родилась. Чтобы чувство Родины не покидало ее и детей. Чтобы они делали все для евангелизации этого бедного, несчастного народа, обманутого правителями своими. Благослови, что жили без Бога. Благослови и нынешних правителей на истину Твою. Даруй мир Израилю. Россию, Украине и где идет война. Умудри нас по спасению. Благослови Никиту. Дай ему добрый ум и разум. И все старое за денью предай. Искорени. Сохрани его и защити. Будь милостой к нам, Владыка, посети болящих, парализованных, сергиев, Михаилом в Ольдейце. И всех западных, чтобы к нам молиться. Да будут благословены все приходящие на это место. Избави это селение от пожара, от воров, от нечистой силы. И почти много поселенцев, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Прими нашу молитву о здеянии рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси и помилуй. Слава Тебе, единосущная, нераздельная Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. По славу Божию. Миром Божьим, покойным. Добродумир Господь положит на сердце и пособит нам совершить то, что мы начали делать по круглой дороге. Нам не одолеть. Нет транспорта. Не везут бульдозер и все. Нет его. От нас это не зависит. Вот в прошлом году мы отступили отсюда сколько там? Метров, наверное, 12? Ну, нет, так. Больше? Ну, нет, так, да, примерно. Вот, мотую к тем кустам было. Почему? Тяни, картошка мокрая, а здесь новую. Сейчас так дальше распахали. Ну, там меньше, мало еще выросло. Нам и оказывается меньше хватит. И вот сколько отступили, столько взяли. Здесь, как микроклимат, от всех сторон, с четырех сторон лес. И мы посередине находимся. Богу нашему славу. Аллилуйя, аминь. Покажи, кто как работает. Пойди к каждому. Кто как роет. Садись, укрой. Вот. Ну, вот. Ну, вот. Тут новое. Мы еще посадили. Еще не скоро найдешь тут. Вроде и тяпали. Вроде нормально было. Вот она, видишь, что это было. Вот теперь это я убираю. Вот она. Нашел куст опять. Это новая. Вот земля. Как Бог сделал. Вот так, пожалуйста. Беру дальше. А теперь надо искать. Где он у нас тут картошечкой? Я что-то не найду. Вы сами найдете. Покажи. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Продолжение следует...